Смотрите, сейчас у нас сишка под хаями толчется. Я отсюда заходил уже раз, не знаю, 5-6 в шорт. А мы забирал по 30, по 28 пунктов, где-то по 40. То есть пока движение вниз не идет толком, ждем, что будет происходить. Вот наш максимум по валюте, что отмечу, 57,900. Ждем, что будет происходить. Евро пока додавит вниз. С Бертом валится вовсю. Так, ладно, ребят, время 12.05. Все, кто хотел, у тебя подключились. Добавляю участников. Добавляю участников. Все у нас без темы МК. Поэтому по факту вопросы задавайте, будут отвечать. Сейчас смотрю опять на валюту, на максимум. Смотрю на нефть. Нефть подваливается вниз. На нефть сейчас ближайший уровень, который я вижу, более-менее нормальный, 67. Стоит лимитка у меня в шорт на Сишке. Сейчас, не знаю, снять ее или не снять. Точка моя стандартная. Смотрю на нефть. Был бы подход побыстрее, был бы как бы более уверен. Когда так медленно поджимаемся, это часто говорит о каком-то таком долгом движении. Сейчас смотрю на валюту. Нужен у меня Айсберг или Робот сверху. То есть пока сомневаюсь в этой сделке. Пока смотрю. Так, нефть 67. Осталось там 3 тика. Даже 10. Посмотрим, будет ли там напульс вниз. Подавливает пятерочка нефти. Так, 67 кольнули. Так, ну, смотрите, вот у меня нефть, что вы видели. Рядышком поставлю. Видите, задвигают на 67. Просто для вида кинул маленький объем. Сейчас на сиюшку. Нефть продавливает, продавливает, продавливает. Так, ну вот закололи 67. Сейчас 3 тички должны вкатить обратно. Так, сегодняшние сделки, вот много их. Смотрю на нефть. 67, 67.02. Сейчас 67.03. Смотрите, прошла первая продажа по валюте. 2 800, 1500 еще в шорт прошло. Докинемся чуть-чуть обленочком. Докинемся чуть-чуть обленочком. Нефть ниже пошла. Мне это не нравится. Так, ребят, давайте сейчас забыл отспросить изображение и звук, как в норме. Всем все слышно. Плюсик поставьте кто-нибудь. Так, вижу. Плюсик, спасибо. Нефть уже 66.93. Мне это не нравится. Спасибо. Спасибо. Так, где РТС. Так, где РТС. с 122 500 прошел он ровно 200 пунктов на проедание трешки. Спасибо. 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 Ребят, тот смотрел время от времени. Сейчас просто на него такая слабая реакция, поэтому... вот открыл тот, чтобы были, чтобы видели, что он есть. Иногда я его смотрю. Это такой переломный момент. Теоретически можем развернуться сишков short RTS long. И нефть тоже. Пока... Пока просто стоим. Продолжение следует... Нефтянка пытается еще ниже пойти. Продолжение следует... Продолжение следует... COMMут видно. specialists foreigners читают... Продолжение следует... 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 давайте приключусь и покажу так но сишка видите продолжает ее вниз поддавливать пусть пока колбасится меня интересует не сколько какой-то уровень а сколько объем стакане я увидел что мой экс упал и вижу что его вниз не пустили я увидел здесь объем для меня это как для вас айсберг то есть вы как что делать с айсбергом от него встаете на отскок стоп за него а я встаю от объема стоп за объем то есть просто основанием был вот этот бар у которого максимальный объем снизу чтобы у нас не пускает наверх то есть мы валились валились вниз шли 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 там раз уперлись во что-то отскочили я смотрю кустера что там вижу я вижу что снизу проходил большой объем который нас не не пустил я выставил лимитку на этом уровне в надежде на отскок подходят к этому объему забирают меня сделку все все что я здесь как бы увидел какое главное преимущество очень короткий стоп то есть я в этой сделке либо увижу быстрый маленький стоп либо нормальный профит ну вот слишком начинает валиться могли бы там конечно объемчик подержать нефть наверх евро смотрим правый стакан тоже вроде поддавливают вниз по частям будет дальше скидываться так еще участников добавляю смотрите на нефть 67 часы заколит это по идее может быть ретестом опять по нефти в шорт смотрим внимательно и видите на валюте у нас снизу пошла десятка вонг и сейчас по ленте сделок мы видим что нас тысячи две тысячи тысячи то есть по ленте преобладают покупатели данный момент еще скинул частичку видели мы там почти почти 60 пунктов закрываемся меньше так вопросами то есть смотрите кластера они стакан да вы абсолютно правы как бы в стакане у вас объем стоит который еще не исполнен его могут снять могут поставить кластера это уже факт что то что уже то что уже она уже была она уже есть дальше в такой ситуации важен какой прошел объем англовый шартовый нет когда рисуются такие объемы неважно ну пример вам приведу то есть цвет кластера он обозначается не тем кого там было больше по факту а тем какой объем был активный из которой исполнялся по рынку если данном случае снизу просто поставилась как бы лимитка стакане да она не активная на пассивные просто выставил снизу объем там куда плиту свою дает мы начинаем у него активно продавать сверху цвет у этого кластера он будет красным потому чтобы буря мы в него продаем а по факту там стоит объем который заходит сейчас в лонг то есть нам можно важно просто расположение объема как скидывать контракты по частям ну ребят элементарно ну зашли вот у вас стоял рабочий объем зашли вы на 10 контрактов да тащите зеленку дальше переключаетесь на меньший объем там по два контракта по контракту снова же в сторону идет и вы подставляете объемчики на закрытие по частям то есть через переключение объемов вот в горячей кладке чтобы выбрать очередь заявки готовить закрыть нажимаете клавишу l здесь выбираете либо f либо и то заявка которая горит ярким желтым цветом будет закрываться первая очередь я опять же экспериментируйте на маленьком объеме на дешевых инструментах очень полезная вещь мы посмотрим общую ситуацию по валюте смотрите сверху нарисовалась про торговка видите максимум потом последний максимум у нас не обновился это о чем-то интересном нам говорит дальше посмотрим ближайшие уровни что мы видим по стакану ближайший уровень я вижу вот на 57 825 это максимум мы сделаем проще мы просто нарисуем чтобы было понятно первое что мне здесь понравилось вот наш максимум максимум не обновился то есть смотрите 1 этот максимум меньше дальше мы видим как бы уровень который был такой локальной проторговки это вот этот уровень сейчас мы его уже прокололи вниз чисто теоретически должны конечно пойти вот сюда вы дальше вот с ближайших уровнях сопротивления вот я его нарисовал 57 800 то что я вижу смотрим сейчас что будет дальше очень правильный вопрос который несет в сам себе ответ последний то есть если идет движение в какую-то сторону потом в самом верху или низу движение появляется пок перевожу пок это максимальный объем потом можно заходить от него в лонг или шорт на его тестирование абсолютно правильно примерно то же самое что вы видите какой-то уровень до по тех анализу от него хорошо откатывает ну когда к уровню подошли вы от уровня заходите в сделку на отскок то есть вы видите не уровень а видеть именно живой объем который цену нас нашли не пустил следующий вопрос какую принципиально важную информацию дают кластер по сравнению с графиком того же таймфрейма когда вы видите свечу на графике вы видите просто два показателя этот цвет свечи и размер свечи а я вижу как внутри эти свечи распределялся объем вижу где был максимальный объем и вижу в каком месте там активный продается ли покупатель то есть он создает информации там в тысячу раз больше чем простая свеча следующий вопрос это вот к тому предыдущему стоп в этом случае за high-low свечи где нарисовался пока да если скажем так что стоп мы ставим всегда за объем если нет каких-то еще технических характеристик вашего инструмента например там если торгую сишку у меня буферные зоны не оставлю там за объем и буферную зону если у вас объем и максимум движения очень близко находится можете просто поставить за максимум если это вкладывается в размеры ваших стопов то есть вообще за объем это вполне вполне нормально сейчас смотрите для примера вот сишка видите было движение вниз и я вам покажу я вам покажу с мальчиного лета но смотрите давили нас вниз давили и вот мы уперлись в объем 2 800 в лонг что мы видим движение сейчас уперлось в этот объем здесь был вход отсюда в лонг ставлю одну пометочку такую галочку вам все это гораздо лучше работает на хороших уровнях поддержки сопротивления то есть не в центре графика а именно после пробоев на скоках это грубо говоря работать в тех местах где большое количество трейдеров видит уровень от которого надо совершать сделки просто в центре графика это ловить но неблагодарное занятие потому что могу все что угодно так ребят смотрите даю вам свой vk там куча видео как я торгую эти объемы что нам к не всегда есть точки где это можно показать вот если нужна информация по кластерам поставьте вопросик я вам скину пару ссылок но мне кажется что я уже всех эти ссылки не достал поэтому они у всех есть спасибо но все сделки сегодняшние они все совершены с использованием ленты сделок кластера объема вот столько зеленых столько красных причем вот это вот на ртс и просто там тельтанол в одном месте не люблю ртс смотрите на нефть переключаюсь смотрите нефть идет выше сейчас на 67 пришла 66 71 ртс с нашей точки прошел 400 пунктов наверх по сберу тоже интересная ситуация смотрите по графе он нарисовал минимум сейчас не обновил минимум возможно пойдем наверх на какую-то хорошую коррекцию индекс мвб тоже рисует пятую свечку наверх смотрим что будет и и Спасибо. Барта носить переключился, боковик, ничего не происходит. Пока тянем эту сделку. Что-то будет новое, интересное. Тоже покажу, скажу, что я увидел. На акции переключаю, смотрю, что здесь. Сейчас я посмотрю на меня с собой. Спасибо. 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 Напомню, кто новостью не смотрел. У него важные новости. У нас 30 нефть. Поэтому можем в какой-то момент сбоковить до новостей. Будем стоять, ждать новостей. Смотрите, то что мы предполагали. Нефть 67 кальнула. Видите, пытается сейчас пойти вниз опять. То есть, ждем ее чисто теоретически, либо на 66,80 и наверх. Либо она все-таки протестирует свой сейчас локальный минимум на 66,70. Напомню, что на прошлой неделе нефть обновила исторический максимум на 71 ушла. И потом оттуда таким камнем вниз уже, видите, практически 3 доллара вниз упало. Это большое падение. Смотрю на Сбер. Сбер дал импульс вниз. Возможно, там сейчас что-то будет. Пока ничего нет, пока не переключаюсь. На Сбере смотрю либо роботу вон, либо на ключе какой-то значимый объем, там, 2-3 тысячи. Будет стоять, то буду заходить. Спасибо. Спасибо. Для тех, кто все-таки интересуется кластерами объемом, скину вам ссылку. Это как трактовать объем в максимальных кластерах. Вот. Потом я вспомнил, что я вчера вам забыл дать обещанное видео про боя. Сейчас тоже его скину. Вчера у нас был пробой отскок, а в итоге отскоки были, пробоев не было. Я обещал скинуть ссылку на разрисованный пробойчик. Вот ссылочка на пробой на Сишке. на улице. Именно как и что нужно смотреть, чтобы он происходил нормально. на улице. не забывайте. Там про погоду в Краснодаре могу сказать. В Краснодаре тепло. Вообще погода забавная. Я сейчас стал ездить опять на работе на велосипеде. Каждое утро езжу в одну сторону 12 километров. 12 километров обратно. Утром выхожу. Ну так прохладно, но солнце. Солнце очень греет. Когда я вечером иду с работы в 6 часов, попадаю под ливень. Так уже два дня подряд. Не знаю как будет сегодня. Сегодня тоже ехал в сторону работы. Солнце. Может вечером опять пойдет ливень. Где лучше в Питере или в Краснодаре? В Краснодаре. Кто там мой ВК смотрит? На выходные летал в Питер. В Питере мерзко, грязно, помойка, холодно. Вот так вот. В Питере хорошо два месяца в году, летом. У меня дети, они где-то на июль-август приезжают в Питер по бабушкам. Экскурсии, музеи, тепло, хорошо. Там походы всякие на лодках по озерам. Все остальное время нужно жить в Краснодаре. На велике я езжу ребят из дома на работу. И с работы в дом. Так, много вопросов. Откуда на велике из дома? Что можно сказать по Роскетину шорт? Это Распадская или Роснефть? Да, конечно, когда я в Биллинг приехал, сначала стал гораздо больше отдавать. Но потом в итоге все стабилизировалось. Район какой? Красная площадь, Энка. Дети ходят тренироваться в баскет-холл чемпион. Поэтому там живем, на Покрышкино. Роснефть. Давайте посмотрим Роснефть, чего нам не сложно. Такси у нас стоит. Вместо меча мы откроем Роснефть. 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 Сейчас. Ну, если по графе, смотрите, был нарисован максимум. Теоретически объемом проходили, но вот шортовых объемов здесь было довольно много. Подошли сюда, в этом месте. На конце, видите, нолики 130. То есть, особо нету объема выдохса. Если смотреть по графе, то, в принципе, вход в шорт правильный. Потому что есть круглое число. Круглое число. Есть максимум, который не пробили. То есть, стоп сюда, тянем шорт. Пока у нас максимумы были меньше и меньше и меньше. Все хорошо. Сейчас, конечно, вот этот объем здесь надо скорее всего стоит айсберг, да? Либо робот. Если мы его пробьем, то я думаю, что будет вот так вот. Вот. То есть... Ну, конечно, вот это вот сужение меня чуть-чуть напрягает. Пятиминутки. Вообще все грустно. Пятиминутки. Вопрос, откуда вы стоите, где у вас стоп? То есть, только в этом. Ну, смотрите, C. Вот, запомните то, что я нарисовал. Сейчас я закрою эту сделку. Все. Пример работы кластерного анализа. Я вам нарисовал вначале вот этот объем. Нас остановил. А теперь смотрите, сколько раз мы в него уходили. От него. Вот это все работает вот этот объем. На валюте подтверждение вот тоже объем и то же самое происходит. То есть, шли вниз уверенно. Ударились в объем, который нас не пустили. Отскочили. И мы уже знаем, что это объем. Можно здесь пытаться оставить лимитки с коротким стопаком за объем. Дальше мы видим. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Четыре движения вонг. Так, ребят, про запись. Запись МК. Я сам не записываю, потому что у меня много мониторов. Мне записывать тяжело. Записывают товарищи, когда они мне записи скидывают, я их выкладываю. Насколько понятно, что вчера была запись МК, и там почему-то звук мне не записался. Я еще нигде не выкладывал, просто на меня ее скинули. Надеюсь, что сегодня запись будет. И потом здесь можно спросить или попросить ребята, кто пишет мастер-класс, пожалуйста, скиньте. Ну, либо мне, мне, мне ВК я положил для всех. Либо просто там где-то у себя в группе его положите, чтобы было всем видно. Ребят, я постараюсь его положить, если мне его пришлют. Ну, если честно, каждый МК у меня стандартный. Одну и ту же ситуацию торгуем, и все время на ней берем сделки. Смотрите, стишка пошла наверх. Вот объемом, как и планировали. Импульс. Поменяем объемчик. Время 12.50, осталось 10 минут. Так, ну, максимум по валюте, видите, 57.9900 мы отметили. Сейчас я сделаю, чтобы было побольше видно ленту. И будем смотреть, что происходит. Максимум по силам отвечу, чтобы было понятно. Теперь переключаемся на 5-ти минутки и смотрим, что у нас пройдет по факту. отходим к уровню. отходим к уровню. Отходим к уровню. В пробой не встаю, не верю. Если нужно было вставать в лонг, нужно было вставать с того объема, с которым мы говорили. на 58, там 370, на 360 в лонг. А мы там только закрыли сделку, вышли из шартов. Сейчас смотрим, чтобы подхаем. Время 12.52. На нефть подставляют снизу десяточку, на 66.95. Пытаются ее толкнуть наверх. По валюте, видите, воскладывают айсберг прямо в спред. 57, 87, 75. Обычно, кто смотрит мои видео пробойные, именно с таких вот айсов начинаются пробои хорошие. Айсберг или робот. Подходим к хаям. Похоже, роботос подставляется в лонг. Смотрите, что интересно. Смотрим на евро. А евро у нас где? Я бы сказал, мягко не на хаях. Нефть на 67 опять уперлась. Давайте голосовать. шорт или лонг. Что уж тут делать. Вот уровень пассишки. Ехо, пробой на 5 пунктов вижу. О. Шорт или лонг. Василин Мой因ь. Это реально. О. Спасибо. Смотрим на ленту по валюте. Важно увидеть какую-то инициативу. Продолжение следует. Смотрите на евро, по евро, видите, пошли продажи. Вот 50, 360. Помните, я вам напомнил, что евро у нас находится в одном месте, не на хаях. Так, ребят, про Волх я знаю такую программу, дорогущая, но очень хорошая. Программа Волфикс наберите в интернете, она показывает объемы горизонтальные. На ней можно смотреть всякие проторговки, поки, растягивать профиль рынка на пятиминутки, на часовики, на дневки, на контракт. т.е. Очень широкий спектр возможностей. Аналогичная программа с похожим функционалом, называется ATAS. На ATAS есть демо доступ, там две недели, кажется. вы можете потренироваться. Можете по-русски набрать в Яндексе Волфикс и он вам вылез на эту программу. Волфикс или ATAS. Смотрите, стали кидать по ленте по валюте шеф-шорт, видите, 2.300, 2.280. Евро продолжают продавливать вниз. Ну вот стандартный вход против движения, когда пробой не пошел. при этом нефть нас поддерживает и евро поддерживает. 12.58, осталось 2 минуты. Четыре вопроса идите задавайте, скоро буду заканчивать. Ну вот, что мы и говорили, видите, поддавливают. Нефтяночка проела 67, наверх тоже запихивают. Смотрите, что я говорил вам про объемчики, как мы смотрим. Сразу нарисую, еще есть у нас 40 секунд. На подходе мы увидели, что кто-то уже здесь заранее начинает продавать. Потом вот этот ключевой момент был, когда объем сверху нарисовался. И смотрите на осишку, как мы здесь нарисовали объемы шорт. Так. 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 чтобы присутствовать. Большое спасибо. Помните, что начало месяца. Цели себе на месяц поставили. Торгуем аккуратно, ставим стопаки и дожидаемся хороших сделок. И не истерим на рынке. Все. Всем большое спасибо. Увидимся в стакане. Продолжение следует.